МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году опять пришли с большими результатами. Это у нас 12 алтенбельгий, которые подтвердили. А также мы средний балл ПНТ завоевали 98,4 балла. Это благодаря знаниям наших выпускников, которые без единой сотки, без сотового телефона, без единой шпаргалки, своими знаниями, набравшими в течение 11 лет, пришли к такому большому показателю. Это был заключительный тест. Из 147 выпускников 12 получили алтенбельгий, 10 – аттестат с отличием, еще пятеро – победители международных олимпиад и республиканского конкурса «Дарын». Большинство из этих наград завоевали учащиеся средней школы гимназии города. Максимальный результат по Капшигаю – 122 балла на НТ, набрал также ученик этой же гимназии. Ербул Тулебай теперь гордость всех капшигайцев. Я очень благодарен учителям за их труд. Это их заслуга, что сегодня я один из лучших в городе по результатам полученных знаний. Но вместе с ним я хочу выразить огромную благодарность своей маме. Она преподает в нашей школе. В самые трудные моменты она смогла меня направить в нормальное русло, смогла поддержать и вдохновить. И вот я добился всего, чего хотел на сегодня. Ну а планы на будущее большие. Достижение каких-то успехов в жизни большую роль играет воспитание. Именно воспитанием Ербола занимался исключительно его отец. Он учил сына уважать старших и в первую очередь учителей. Они самые главные люди в твоей жизни, говорил он сыну. Зачастую он своим примером показывал. Ну а я больше внимания уделяла его знаниям, контролировала только уроки. Для достижения успеха в учебе учащимся капшигайских школ создаются максимальные условия. На сегодня отдел образования города тесно сотрудничает с образовательными центрами Кореи, Англии и Финляндии. И представители этих центров стали гостями праздничных торжеств. Капшигайские учащицы очень открыты для получения знаний. Они готовы знать все. Только нужно с ними работать и работать. Мы, учителя из Филиппин, даем высокую оценку и детям, и местным учителям. Все они трудолюбивые. Я поздравляю всех с окончанием школы и успехов им в дальнейшем. Выпускной вечер, пожалуй, самое трогательное событие. Позади 11 лет школьной жизни. Со всеми ее неудачами и успехами. Со слезами и радостями. Теперь впереди взрослая самостоятельная жизнь. Для нас это один из самых запоминающихся дней в жизни, говорят сами виновники торжества. Безусловно, это волнительный очень момент. Было очень тяжело, трудно, но было очень интересно. Это очень такой жизненный опыт, который мы запомним на всю свою жизнь. Я очень рада, что смогла, все-таки доказала свои знания и получила почетный знак Алтенбельга. Я благодарна всем своим учителям и своему директору, который поверил в меня. Я благодарна своим родителям, которые помогали мне все это время, своей бабушке. С песнями и танцами выпускники простились с детством, с родной школой и учителями. Ахжол пожелали им преподаватели и власти города. И пусть сегодня нам грустно и светло Прощався с детством, поменьше не любят. Гульназ Мустафа, Айбек Ахшулаков, телеканал ЖТСУ, Капшагай. В добрый путь в большую жизнь. Выпускные вечера прошли и у 11-классников Карасайского и Жамбулского районов. Здесь в этом году школьные стены покинули почти 2,5 тысячи ребят. Лучших из них по традиции чествовало районное руководство. Гордое и немного грустное звание выпускник в этом году в Карасайском районе получили более полутора тысяч учеников. С этим знаменательным событием от всей души их поздравил Аким Краем Ахабад Бегильдеев. Позади у ребят 11 лет напряженной учебы и единое национальное тестирование. В этом году средний балл ЕНТ по району составил 82,2. Лучший результат – 123 балла. 25 выпускников стали обладателями знака отличия Алтын-Бельге. Еще 12 получили аттестаты особого образца. На ЕНТ я набрала 113 баллов, и этот знак Алтын-Бельге стал моим подарком на 25-летие независимости нашей страны. Хочу пожелать всем выпускникам всегда и во всем оставаться лучшими. Отдельных поздравлений и благодарственных писем от имени районного руководства удостоились отличники учебы, а также победители республиканских и международных олимпиад. Весь вечер в адрес выпускников звучали сердечные поздравления и теплые слова на путстве. Самой яркой нотой грустного праздника стал традиционный школьный вальс. Простился со школой и 981 выпускник Жамбылского района. На торжественном вечере районное руководство благодарственными письмами наградило восьмерых школьников, получивших знак отличия Алтын-Бельге. Еще девять ребят за свои победы в международных научных конкурсах удостоились грамот. «Впереди у ребят огромное будущее, и на каждого мы возлагаем большие надежды», отметил в своем поздравлении Аким Жамбылского района жандарбек Долобаев. Стоит отметить, что нынешний выпуск – особенный в истории всей страны. Ребята завершили учебу в юбилейный год независимости Казахстана. Дина Буранбаева, Жадара Исаева, Степан Мережко. Телеканал ЖТСУ. Нурутан поздравил с профессиональным праздником тех, в чьих руках без преувеличения жизни и здоровья подрастающего поколения. Ко дню медицинского работника областную детскую больницу посетили представители главной партии страны. Первый заместитель председателя филиала партии Нурутан Алматинской области Галиаскар Сарбаев выразил самые теплые пожелания коллективу учреждения. Отличившимся сотрудникам, а это более 10 человек, были вручены благодарственные письма. Сейчас в областной детской больнице трудится 224 медицинских работника, 24 из них – врачи. В этом году, рассказывают медики, 8 из них получили ключи от новых квартир. Совершенствуется и база медицинского учреждения. Наша профессия вообще – это очень благородная профессия. И счастье, когда отсюда выходят здоровые детишки. Вот я хочу одно сказать. Я вообще сама невропатолог детский. И мне, знаете, я свою профессию очень люблю. Все 24 часа я готова здесь жить. Но самое главное, чтобы отсюда выходили здоровые дети. Всем хочу пожелать прежде всего счастья, мирного неба, всех-всех благ. Ну и чтобы, конечно, на те проблемы, которые есть в медицине, почаще обращали внимание. Разошлись по-мирному примирительные процедуры стали темой круглого стола, который прошел в городе Капшагае. Он собрал профессиональных и непрофессиональных медиаторов, адвокатов, судей в отставке, а также представителей госорганов. Институт примирения сторон в нашей стране был принят пять лет назад. С начала же нынешнего года в законодательство дополнительно введены новые примирительные процедуры. Медиация отдает возможность, не доводя до суда, принять решение, удовлетворяющее обе стороны, а потому должна использоваться как можно шире, говорят собравшиеся. Например, за пять прошедших месяцев в Капшагае из почти 600 рассмотренных гражданских дел, более 30 завершились примирением сторон. Причем часть этих дел рассмотрены непрофессиональными медиаторами. Примирительные процедуры в порядке медиации законодательно приняты пять лет назад, но пока данные нововведения не используются в полной мере. Потому мы решили провести подобные мероприятия, где профессиональные медиаторы постарались внести свой вклад в развитие данной практики. Если посмотреть на статистику, то в Капшагае каждый месяц мировым соглашением завершается примерно одно уголовное дело. Это очень низкий показатель. Праздник Плуга отметили жители Талдыкургана. Традиционный татарский сабантуй прошел сегодня на базе областного дома дружбы. Праздник имеет древние корни и, по некоторым данным, отмечался уже тысячу лет назад. Проводится он после завершения весеннеполевых работ и обязательно с размахом. Ведь, как говорят старейшины, чем масштабнее пройдет сабантуй, тем богаче будет урожай. Неотъемлемым атрибутом праздника является проведение спортивных состязаний и национальных игр. Так, участники торжества могли помериться с силой, пробежаться в мешках или с коромыслами или же попытаться достать приз, забравшись на высокий столб. В честь сабантуй благодарственные письма были вручены не только активным членам татарского центра, но и представителям других этнокультурных объединений, которые вносят лепту в дело сохранения мира и согласия. Силами творческих коллективов региона и области была подготовлена замечательная музыкальная программа. Я от всей души поздравляю своих земляков с этим светлым, красивым очень праздником национальным. Желаю всем в первую очередь здоровья, потому что это самое главное богатство, которое не купишь ни за какие деньги. И хочу, чтобы у всех казахстанцев было благополучие, чтобы был мир на земле, чтобы родители были спокойны за своих детей, внуков, и чтобы мы все жили дружной, единой семьей. В художественной галереи на Латинской области прошла выставка для любителей живописного искусства. В качестве картин дипломные работы выпускников Житесуцкого государственного университета факультета культуры и искусства. Вниманию гостей была представлена 21 работа молодых художников. Среди них Самбат Сарсембаева, Алтнай Чокпарова, Алмаз Базарбеков. Разные жанры, сюжет, тематика. Такую общую выставку живописных картин презентуют впервые. До этого времени представляли только персональные работы авторов. Также в ходе мероприятия собравшимся презентовали книгу, посвященную 80-летию Улжаса Сулейменова. Тогда туда вошли труды известных художников нашего региона. Здесь большинство случаев наших дипломов работы отведено в жанру пейзаж. Кроме того, естественно, наши студенты работают по дереву. Это декоративно-прикладное искусство, вы там увидите. Потом есть своеобразный у нас новый ноу-хау, это батик, искусство батика. Вот если посмотрите, две работы, они на шелку, на китайском шелку пишутся. И есть еще здесь жанр натюрмота. То есть, если посмотрите, несколько работ, они охватят чисто национальный колорит, чисто национальный сюжет. Идея эта, естественно, предметами натюрмота являются кесе, там, седла, там, осауклея. И атрибуты той посуды, которая, естественно, имеется место в каждой казахской юрте. Подведены итоги чемпионата Алматинской области по каратэшинке Окушинкай. Более 200 спортсменов от 6 до 15 лет из трех городов и четырех областей Казахстана сражались на нем за призовые места. Стиль Кео Кушинкай – одно из последних направлений каратэ, весьма распространенный. К тому же он отличается от зрелищности поединков, которую с успехом продемонстрировали участники в 17 весовых категориях. Ежегодный турнир помог им также применить на деле приобретенные на тренировках технические и тактические навыки ката и кумите – основных составляющих каратэ. По результатам областного первенства в числе призеров оказались представители спортивных клубов городов Талдыкурган, Алматы и Текили. Впереди у ребят еще одно испытание на прочность – международный турнир на Кубок президента Казахстана, который пройдет в этом году в Астане и соберет не только сильнейших бойцов нашей страны, но и ближнего зарубежья. Руслан Моргин Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания.